В Астане продолжает работу саммит глав государств, членов Шанхайской организации и сотрудничества. Ну а подробнее о глобальном событии расскажет Эльмира Мусазаде. Здравствуй, Эльмира. Мы знаем, что астанинский саммит посвящен теме укрепления многостороннего диалога, достижения устойчивого мира и развития. Какие актуальные вопросы стоят на повестке саммита сегодня? Здравствуй, Руфат. Ну вот как раз укрепление этого самого диалога и самый главный и обсуждаемый сегодня вопрос, среди не только членов Шанхайской организации и сотрудничества, но и ШОС+. Это впервые, когда саммит проходит в таком формате, в расширенном формате. И, как нам рассказали, также эксперты из Казахстана, есть стремление расширяться больше в качестве организации в сторону тюркских государств, а также в сторону арабского мира. Это не случайно. ШОС как организация зарекомендовала себя как довольно влиятельный орган. И с каждым годом мы видим, что все больше и больше растет ее авторитет. И сегодня в Астане также принимают участие мировые лидеры, безусловно. Но помимо них также здесь присутствуют и руководители международных организаций. В частности, здесь также находится генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Но, как нам рассказали наши собеседники, во многом такое внимание, в том числе, к Казахстану, сегодня оказывается благодаря богатому дипломатическому прошлому действующего президента Казахстана, Косыма Жомарта Тукаева, который долгие годы работал в ООН. И, естественно, привлекает эти структуры различной международной организации, в том числе, к работе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Текущий саммит призван стать очень важным в работе организации. Сегодня саммит открылся с того, что Беларусь была принята в качестве членов ШОС. Также ожидается подписание свыше 20 документов, среди которых Астанинская декларация. И, конечно, очень важные вопросы, которые сегодня обсуждаются мировыми политиками, лидерами государств и правительств, это вопросы региональной безопасности. В состав ШОС входят страны, которые сталкиваются с определенными угрозами. И состав участников, опять же, он очень разный. Здесь есть страны, которые испытывают абсолютно разный спектр проблем. И все они имеют возможность в рамках этой организации обсудить и рассказать о своей модели решения различных конфликтов, проблем или сложных моментов. В том числе между непосредственно самими странами-участниками этой организации. К примеру, в 2017 году были приняты Индия и Пакистан, которые имеют довольно напряженные отношения. Но в рамках ШОС все-таки диалог определенный складывается между странами-участниками. Это во многом зависит от того, что здесь, на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, каждый имеет абсолютно равный голос. Каждый имеет право быть услышанным и сказать то, что он считает нужным. Нам сегодня удалось поговорить с рядом экспертов, которые рассказали нам о важности Шанхайской организации сотрудничества. Рассказали о значимости этого мероприятия для евразийского пространства. Давайте послушаем. Правильно говорят в Китае. Они видят задачу ШОС в том, чтобы бороться с тремя видами зла. Это экстремизм, сепаратизм и терроризм. Но я думаю, что список угроз можно было бы продолжить. И да, нет никакой другой организации, которая замахнулась бы на столь масштабную задачу. Принести безопасность на огромный евразийский континент. Эту роль не надо размывать как-то, навешивая новые и новые задачи. Пусть ШОС идет вот этим путем. И я думаю, что вклад будет только возрастать. И, конечно, в этом контексте огромная ответственность сейчас ложится на принимающую сторону, на Казахстан. Которая очень долго готовилась к этому мероприятию. Которая очень долго выстраивала ту систему межгосударственных отношений. Которая сегодня позволяет не только Казахстану, но и, наверное, многим странам Центральной Азии заявлять веское слово. Общаться с представителями различных цивилизаций и различных культур. И, конечно, продолжая тему про Китай. Безусловно, это очень важная страна для Центральной Азии. И взаимодействие с Казахстаном продолжается также и на другие страны. То есть расширяется в рамках различных форматов сотрудничества. К примеру, перед началом ШОС президенты, лидеры Казахстана и Китая обсуждали и подписывали очень важные соглашения в области развития транскаспийского маршрута. А уже завтра лидеры тюркских государств, в их числе и лидер Казахстана, ожидаются в качестве гостей на саммите организации тюркских государств. Что, безусловно, играет важную роль, потому что мы здесь прекрасно понимаем, что этот транспортный маршрут связывает различные цивилизации, различные народы. И Китай, Центральная Азия, Азербайджан и Турция выстраивают такую важную цепочку, которая позволяет грузам и товарам гораздо быстрее и с меньшей стоимостью поставляться в различные регионы, в том числе в Европу. Конечно, экономическое взаимодействие – это очень важно, и этому здесь также уделяется большое внимание. В целом, вопрос экономического сотрудничества, партнерства и развития торгово-экономических связей обсуждается в рамках ШОС. Но, опять же, лидирующую роль здесь, безусловно, играет Казахстан, который, принимая такой саммит, задает непосредственно тон сегодняшнему саммиту. Международное сообщество оценило вклад Казахстана в развитие этой организации. Это проведение цифрового форума ШОС в Казахстане, а также конференции по поводу наследия Золотой Орды, а также были проведены мероприятия совместно с ООН. Поэтому это в очередной раз показывает приверженность казахстанской стороны и в целом организации принципам устава ООН. Поэтому и как результат нашего председательствования приезд высоких гостей в Астану также показывает высокую оценку, мне кажется, председательствования Казахстана. Высокая оценка это то, что сегодня действительно в Астане собралось огромное количество представителей разных культур, разных цивилизаций, которые имеют возможность договариваться и выстраивать свой диалог. Как я уже отмечала, не только саммит ШОС пройдет сегодня, но и также диалог в более широком формате. Саммит ШОС плюс. Наша съемочная группа продолжает отслеживать работу сегодняшнего саммита и будем сообщать о последних новостях. Я уверена, что на ШОС плюс интересных моментов будет не меньше, чем на самом саммите ШОС. Спасибо, Эльмира. На работе финального второго дня саммита глав государственного членов Шархайской организации сотрудничества рассказала моя коллега Эльмира Муссаде.